В законодательной палате у Али Мачлиса состоялось очередное заседание. Депутаты рассмотрели ряд законопроектов, в том числе связанные с совершенствованием системы управления многоквартирными домами, изменениями в Кодексе об административной ответственности. Подробности в материале Надиры Закировой. Во втором чтении парламентарии рассмотрели законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы управления многоквартирными домами. В действующем законодательстве товарищества частных собственников жилья освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль по вышеупомянутым услугам. Тот факт, что эти льготы не распространяются на деятельность управляющих организаций, вызывает различные разногласия. И это еще не все недостатки, которые имеются в сфере. Благодаря реализации данного проекта путем дальнейшего расширения участия инспекции, предотвращения случаев правонарушений в этой области, в том числе при содержании и эксплуатации многоквартирных домов, будет обеспечена сохранность устойчивости и сейсмостойкости инженерно-технических коммуникаций и конструктивных частей зданий и создание условий для безопасного проживания. Выслушав все точки зрения экспертов, депутаты постатейно приняли этот документ. Обсудили проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан. Основным регулятором обращения минеральных удобрений и химических средств является закон о защите сельскохозяйственных растений от вредителей, болезней и сорняков от 31 августа 2000 года. Нормы этого документа ограничены лишь процедурой регистрации данных средств, в связи с чем в ходе заседания говорили о внесении изменений и дополнений в ряд законодательных актов. К примеру, закрепляются права и обязанности Агентства по карантину и защите растений на законодательном уровне. На данный закон смотреть в двух аспектах. Первый – это обеспечение качества сельхозпродукции для внутреннего рынка и, естественно, соблюдение тех мер, которые предполагают по ввозу нашей продукции, когда мы ее экспортируем на зарубежные рынки. В этой связи вносятся определенные корректировки. Во время сегодняшнего обсуждения фракции некоторых партий выдавали вопросы, связанные с тем, насколько правильно лицензировать и давать разрешительные документы. И мы договорились о том, что в процессе подготовки ко второму чтению эти вопросы будут обсуждены. Если необходимо, мы сделаем определенные корректировки законопроекта. По итогам обсуждения депутаты приняли законопроект в первом чтении. Создание благоприятного инвестиционного климата, защита прав и законных интересов владельцев собственности. Важное направление, которое требует пристального внимания, а также совершенствования нормативных актов в этой сфере. В этой связи был рассмотрен проект закона об управлении государственным имуществом. В нем устанавливаются принципы обоснования права собственности на госимущество, а также предусматриваются целостные нормы прямого действия, основанных на передовом зарубежном опыте и практиках в этой области. Но после конструктивных дебат профильных экспертов и депутатов было решено отправить документ на доработку в соответствующий комитет. В фокусе внимания депутатов проект закона о внесении изменений в Кодекс Республики Зубикистан об административной ответственности. В частности, документам предлагается исключить вопрос административной ответственности за просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженности. А также за нарушение срока расчетов ответственными денежными средствами на счетах предприятия, предусматрившейся статьей 175 Кодекса административной ответственности. Принятие законопроекта исключает возможность привлечения субъектов предпринимательства в объекте договорных отношений к двойной ответственности за одно и то же действие, то есть гражданской административной ответственности. Документ был принят в первом чтении. В повестке дня обсудили и другие важные вопросы, по которым были приняты соответствующие решения. На этом очередное заседание Нижней палаты парламента завершило свою работу.